Не играйте, не шалите, просто стойте и смотрите. Светом в лоб зажжется красный, красный цвет всегда опасный. Мы вместе за безопасность дорожного движения. Так назывался конкурс «Аргитбригад», который прошел в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка». До него приехали учащиеся с 4 по 9 класс из 27 отрядов юных инспекторов дорожного движения. Участвовали команды из 17 школ округа. На суд жюри были представлены литературно-музыкальные композиции о соблюдении правил дорожного движения. Школьники пели, танцевали и при этом показывали дорожные знаки, смысл которых они поясняли, в том числе и в стихотворной форме. Вот он, знак, таких немного. Это главная дорога. Если едешь ты по ней, всех становишься главней. Школьники, которые участвуют в таких конкурсах, становятся убежденными сторонниками четкого и неукоснительного соблюдения правил безопасности на дорогах. Безусловно, это соблюдение правил. И когда ты думаешь, конечно, не только о себе, а и о других, когда ты заботишься о них, смотришь, как они тоже выполняют правила. Это уважение остальных участников дорожного движения и помощь, в принципе, остальным, если они не понимают, что это такое и не знают. Соблюдение правил прежде всего. В состав жюри вошли представители отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД «Щелковская». Благодаря таким мероприятиям у детей младшего школьного возраста, и не только, мне кажется, формируются и закрепляются знания о безопасном участии в дорожно-транспортной среде. У них есть соревновательный момент, который дает им возможность испытать конкуренцию. Участники проекта осветили основные правила дорожного движения, правила перехода проезжей части, основные опасные моменты на дороге разбирают, также использование светоотражающих элементов и использование ремней безопасности. Этот конкурс ежегодный. На этот раз в нем приняли участие более 350 школьников. Команда юных инспекторов дорожного движения, которая будет признана лучшей, поедет от городского округа «Щелково» на областной конкурс «Агитбригад». Андрей Циханович, Сергей Максимов, «Щелковское телевидение».